Итак, всем привет, дорогие мои, вы на канале Skyward, с вами я Вадим, и сегодня я продолжу вас знакомить с главами романа «Харуки руками» «Норвежский лес». На очереди пятая глава этого произведения. И, как каждый раз прошу, но не каждый хорошо, но все-таки мне важна обратная связь, как показали предпоследние видео, я потерял контроль за качеством, но не успевал прослушивать, были свои дела, а там оказался плохой звук. Поэтому, естественно, мне важна обратная связь, первая причина – это техническая, а вторая – как само произведение. Все-таки мне бы хотелось знать ваше мнение, в отличие от предыдущего романа «Хроники заводной птицы» и «Норвежский лес», насколько вам интересен, вообще, насколько интересен «Харуки руками» для вас. Хочу параллельно знакомиться с еще одним писателем, не знаю даже, просто выскочил у меня в соцсетях, Роберта Галбрейт «Бегущая могила». Есть такое произведение. Вот подумаю, взять его и прочитать или не стоит. Никаких пока мнений на этот счет у меня нет. Хотелось бы знать ваше. А мы продолжаем. Пятая глава «Хроники руками. Норвежский лес». Спасибо за письмо, писала наука. Родители сразу же переслали его сюда. Оно нисколько не причинило мне беспокойства. Наоборот, мне стало радостно. Признаться, я и сама подумала написать тебе. Дочитав до этого места, я снял пиджак и сел на диван. Из соседней голубятни доносилось воркование, и ветер развивал штору. Я держал в руках семь листков письма на око и погружался в неиссякаемые воспоминания о ней. Оказалось, что уже после первых строк мир вокруг потерял свою обычную окраску. Я закрыл глаза и постепенно справился с собой. Сделал глубокий вдох и стал читать дальше. Уже почти четыре месяца, как я здесь, продолжала наука. Все это время я часто думал о тебе и постепенно поняла, как было к тебе несправедливо. Ты не заслуживал такого отношения с моей стороны. Хотя эта мысль несерьезна. Во-первых, девушка моих лет вряд ли имеет представление о справедливости. Обычным девушкам глубоко безразлично, справедливо они поступают или нет. Они размышляют не с позволения справедливости, а красиво это или нет, и что нужно делать, чтобы стать счастливой. Справедливость – слово, характерное для мужчин, однако для нынешней меня это слово подходит как никогда точно. Красиво или нет, что делать, чтобы стать счастливой для нынешней меня – хлопотная и надуманная проблема, которая незаметно затрагивает иные основы. Например, справедливость, честность, терпимость. Но как бы там ни было, я считаю, что была к тебе несправедлива, сбивала тебя с толку и причинила немало боли. Однако тем самым я сбивала с толку и причинила боль самой себе. Я не собираюсь оправдываться или защищать себя, но это так. Если в тебе осталась какая-нибудь боль, то она не только твоя, но и моя. Поэтому не суди меня строго. Я неполноценный человек. Именно поэтому я не хочу, чтобы ты меня ненавидел. Если ты будешь меня презирать, я совсем пропаду. Я не могу, как ты, уйти в себя, чтобы переждать все невзгоды. Не знаю, согласен ты со мной или нет, но мне так просто кажется. Иногда мне становилось очень завидно, и, может быть, поэтому я еще сильнее сбивала тебя с толку. Подобный взгляд может показаться чисто аналитическим. Не считаешь? Однако нынешнее лечение аналитическим не назовешь. Правда, стоит провести здесь несколько месяцев, как я, и не захочешь, а так или иначе станешь аналитиком. То-то произошло по какой-то причине, а это значит следующее и потому что. Я не знаю, делает такая аналитика мира проще или, наоборот, расслаивает его. Но как бы то ни было, сейчас мне намного лучше, чем некоторые времена назад. Я так считаю и также считают все окружающие. Я долго не могла успокоиться до такого-то состояния, чтобы написать письмо. То июльское, и как бы выдавливало из себя. Признаться, совершенно не помню о чем. Наверное, очень жуткое. На этот раз я совершенно спокойно. Чистый воздух, тихий, отрезанный от внешнего мира уголок, правильный образ жизни, ежедневные упражнения. Все это мне было необходимо. Хорошо, когда есть кому написать. Как это прекрасно – сесть за стол, взять ручку и писать, перенося на бумагу, свои мысли. Несомненно, в письме можно выразить лишь частичку, что хотел сказать. Ладно, для меня сейчас счастье, само желание кому-нибудь что-нибудь написать. И вот я пишу тебе письмо. Сейчас полвосьмого. Я поужинала и приняла ванну. Вокруг тишина. За окном тишина, темнота, ни огонька. Обычно очень ярко светят звезды. Но сегодня облачно. Живущие здесь люди прекрасно разбираются в звездах и показывают мне, где созвездия Дева, а где Стрельца. С наступлением темноты делать становится нечего. Не захочешь, а начнешь разбираться. По той же причине они много знают о птицах, цветах и насекомых. Когда я разговариваю с ними, ловлю себя на мысли, как мало из этого всего я знаю и чувства это нельзя назвать плохим. Здесь проживает около семидесяти человек. Кроме них чуть больше двадцати человек персонала, врачи, медсестры, конторские служащие и так далее. Очень просторная территория и такое количество народа не предел. Правильно будет назвать времяпрепровождение здесь досугом. Привольно, дикая природа, жизнь течет размеренно настолько, что порой начинает казаться настоящий мир именно здесь. Хотя это конечно не так. Мы живем здесь в соответствии с неким условием и все к нему привыкаем. Я занимаюсь теннисом и баскетболом. В баскетбольной команде смешанный состав и из больных противное слово, но ничего не поделаешь, и персонала. Но в полу борьбы я не могу отличить, кто из них больные, а кто нет. Странное дело. Больше того, когда оглядываешься по сторонам в игре, все вообще выглядит одинаково искаженным. Когда я однажды сказал об этом врачу, он ответил, что в каком-то смысле я права. Он считает, что мы здесь не для того, чтобы исправлять искажения, а чтобы к нему привыкнуть. Одна из наших главных проблем – мы не можем признать это искажение. Так же, как у любого человека есть своя походка, существуют привычки и ощущения, мышления и суждения о предметах. Соберешься исправлять эти привычки – сразу ничего не получится. Исправишь насильно, влияет на какое-нибудь другое место. Конечно, это очень упрощенное пояснение, лишь частичка беспокоящих нас проблем. Хоть врач об этом не договаривает, мне понятно самой, видимо, мы на самом деле не можем приспособиться к этим самым искажениям, потому не в силах разобраться в реальной боли и мучениях. И мы вызваны. И находимся здесь, чтобы от них отстраниться. До тех пор, пока мы здесь, мы не приносим страдания окружающим, и они не приносят их нам. Почему? Потому что все мы знаем, что сами искажены. Здесь все не так, как во внешнем мире. Там многие люди живут, не сознавая собственной искаженности, а в нашем маленьком мирке искаженность – предпосылка, условия. Как индейцы прикрепляют на голову ферри, чтобы опознавать свои племена. Мы не скрываем искажения и стараемся потихоньку жить, не доставляя друг другу в работу. Помимо физических занятий, мы выращиваем овощи, помидоры и баклажаны, огурцы, арбузы, клубнику и лук, капусту и речку. В общем, выращиваем все, что возможно. У нас есть парник, живущие здесь люди, знают основы садоводства и трудятся увлеченно. Читают специальную литературу, приглашают специалистов, с утра и до вечера дискутируют о тех или иных удобрениях, состояниях почвы. Мне очень понравилось огородничать, так прекрасно наблюдать, как изо дня в день растут овощи и фрукты. Ты когда-нибудь выращивал арбузы? Они становятся такими пузатыми, как маленькие зверьки. Мы ежедневно пытаемся свежими овощами. Нам, конечно же, дают и мясо, и рыбу, но чем дольше здесь живешь, такой еды хочется все меньше, потому что овощи сочные и очень вкусные. Бывает, мы ходим в лес и собираем там грибы и съедобные травы. У нас и есть и такие специалисты. Подумать только. Сплошные специалисты, которые подсказывают, какой гриб съедобный, а какой нет. За это время я поправился на 3 килограмма, и сейчас у меня самый подходящий вес. Все благодаря физическим упражнениям и правильным, своевременному питанию. В остальное время мы читаем, слушаем пластинки, вяжем. Ни телевизора, ни радио здесь нет. Зато очень хорошая библиотека и подборка пластинок. Фонотека разнообразная, от собрания симфонии Майлера до Битлз. Я беру там пластинки и слушаю их в своей комнате. Одна из проблем этого заведения, один раз попав сюда, выброс очень непросто, а точнее страшно. Пока мы здесь, наше состояние очень мирное и спокойное, и мы можем естественным образом противостоять своим искажениям. Мы себя чувствуем здесь здоровыми, но мы совершенно не уверены, сможем ли вписаться обратно во внешний мир. Мой врач надеется, что вскоре я смогу контактировать с внешними людьми. Внешние люди – это обычные люди из обычного мира, но у меня всплывает в памяти лишь твое лицо. По правде говоря, я не особо хочу видеть родителей. Они очень за меня переживают, и от разговора с ними мне только становится еще тоскливее. К тому же я должна тебе кое-что разъяснить. Не знаю, получится у меня или нет, но это такая важная проблема, что ее не избежать. Однако не принимай мои слова близко к сердцу. Я никого не хочу обременять своим существом. Я лишь чувствую твое доброе отношение, очень радую ему и откровенно пытаюсь выразить свое настроение. Пожалуй, сейчас мне такое расположение необходимо. Извини, если я как-то обидел тебя своими словами. Правда, как я писал о тебе раньше, я куда более неполноценный человек, чем ты считаешь. Иногда я думаю, что было бы, если бы мы встретились и понравились друг другу в обычной ситуации. Я нормальный человек, ты тоже, причем с самого начала. Как все сложилось бы, не будь кедзуки. Однако это если значит очень много. По крайней мере, я стремлюсь стать справедливой и честной. Больше мне ничего не остается, и я хочу, чтобы мое настроение хоть немного стало понятно тебе. В этом заведении, в отличие от обычных больниц, свидания не ограничены. Необходимо лишь позвонить накануне и встречайся, когда захочешь. Можно вместе питаться, есть где переночевать. Приезжай, когда сможешь. Я очень буду ждать. Вместе с письмом отправляю карту. Извини, что она получилась таким уж длинным. Я закончил письмо и перечитал его с самого начала. Затем спустился вниз, купил банку колы и еще раз прочел от начала до конца. Сунув семь листков в розовый конвет, я положил его на стол. Мое имя и адрес были написаны несвойственным девушкам, аккуратным мелким почерком. Я сел за стол и некоторое время разглядывал конвет. На адресе с обратной стороны значилось Амире. Странное название. Поразмышлял над ним минут пять-шесть, а я предположил, что оно от французского слова Ами. Положив письмо в ящик, я переоделся и вышел на улицу. Казалось, не оставь я его в столе, перечитывал бы десять, а то и двадцать раз. И я пошел в одиночестве погулять по воскресному Токио. Как это мы не раз делали вместе с Наук. Размышляя над каждой строчкой, ее письма я пройдил по городским улицам. Началось меркаться. Я вернулся в общежитие и набрал номер Амиро. Пристанище Наук. Ответила девушка из приемной. Я назвал имя Наука и спросил, можно ли приехать на свидание завтра после обеда. Она записала мое имя и попросила перезвонить минут через двадцать. Я перезвонил после ужина. Ответил тот же голос. Свидание возможно. Пожалуйста, приезжайте. Я поблагодарил и повесил трубку. Затем положил в рюкзак смену белья и предметы туалета. Затем, выпивая коньяк, принялся читать «Волшебную гору», пока не закончится спать. Но заснул я только во втором часу. Итак, дорогие мои, это была пятая глава романа Харуки Муруками «Норвежский лес». Я на этом с вами прощаюсь, но на очень короткое время. Далеко не уходите. Ну или, по крайней мере, не забудьте, что буквально через короткое время выйдет следующая, шестая глава этой книги. А сейчас всем пока. Вы были на канале Skyward. С вами был я, Вадим.